Ой, а мне кажется, мы как-то неожиданно загрузились, но... Что ж, не будем тогда терять в таком случае время. Ариару, мои маленькие любители, покушьте, мы начинаем играть в такую увлекательную игру, кассите Skyline! Да, не передай словами, как я рад сюда вернуться, просто очень сильно рад, потому что я записываю эту серию немножко не в стандартном формате, немножко не в стандартное время. Я, прежде чем начинаю серию, хочу сделать небольшое лирическое отступление. Связано это с тем, что я хочу извиниться перед вами, что всего будет выходить одна серия в неделю, а связано это с тем, что я хочу произвести небольшие изменения на моем канале. Для этого нужно немножечко модернизироваться, немножко реализоваться. Но в будущем все обязательно вернется на свои места. Ну а теперь мы начинаем играть, вернее, продолжаем. О, как же я соскучился по этому чудесному миру. Вам не передай словами. Давайте решить проблему по мере их поступления и постепенно-постепенно возвращаться к тому, с чего все это, в принципе, начиналось. Дело в том, что перед серией я немножечко обновил нашу игру, и сейчас она очень ругается на один из модов, который я снил. Меня сейчас придется немножко перестановить, но для вас придется всего секунду, и я вернусь. А вот и эта ошибка. Ну вроде ошибочка у нас ушла, и домики должны автоматически у нас удаляться. По идее, никаких больше ошибок, я не вижу, что меня не может, опять-таки, не радоваться. Решил немножечко тут у нас поправить перекресток, который здесь образовался, потому что он работает как-то не так, как хотелось бы нам. В частности, как вариант убрать одну из дорог, потому что она вообще не пользуется популярностью, и в принципе она не нужна здесь. Так, ну а дальше посмотрим, как это повлияет, может быть, даже это как-то позитивно повлияет у нас на наш любимый городок. Потому что, вот смотрите, здесь вот образовалась какая-то пробочка, которая едет в эту сторону. И надо последить сейчас за этим, и как бы лучше ее сделать. Я думаю, вот такое вот у нас мероприятие должно лишить наши проблемы. Я немножечко перестроил перекрестки, что должно, безусловно, благотворительно, надеюсь, повлиять на наш данный перекресток. Ну вот, если так подумать, кто бы сомневался, что Мамору возьмет, психанет, и все нахер снесет. Вот, пожалуйста, я все снес, и в итоге мы имеем вот такое вот небольшое кольцецо. Ну, и вроде, посмотрите, если так, по пробкам у нас стало гораздо легче в этом плане. Ну и замечательно, ребят, ну и замечательно. О, мы достигли столицы, хотя вроде я ничего не делал, но пускай это будет явно не лишним. Что-то я вижу, у нас прям реально большие проблемы со смертностью в нашем городе. А с чем это связано-то? Вроде крематорий-то у нас есть. Ой, и тут, ты хрена, смертность. Я пытался несколько минут сейчас решить проблемы с этим городом, проблемы с пробками, но пока ничего умного там не придумал. Ну, придется, возможно, мне его полностью перестраивать. Но это попозже посмотрим. А тут проблема с ритуальными услугами. Да, она уже вытрепещущая, и я не наблюдаю, в принципе, тут никаких ритуальных услуг. И, пожалуй, это нужно сделать. Я думаю, вот такого количества нас крематориев должно хватить на все вот этот полуостров наш. И я думаю, что так будет даже гораздо лучше. Так, я вижу то, что в этом нашем районе тоже очень много пробок, а она аж тянется аж от седого. И давайте непосредственно бороться прямо на корню с ней и понимать, откуда она же берется такая вот. Ну, я тут вот, в принципе, сижу, мониторю, как наш город себя ведет и с нашими трамваями дружится ли он или нет. И что-то мне подсказывает, что трамваи были не самой лучшей идеей, потому что я наблюдаю много трудностей с этими связанными. Потому что тут трафик слишком большой, и трамваи больше мешают, чем помогают. Снова, поглядите на них, они снова ругаются на смертность. Я не вижу проблем, в принципе, в смертности. У нас ее не должно быть. Давайте еще поставим кладбище. Ну, блин, это же тибилизм, по-моему, нет? Я немножко тут подумал, посмотрел, как это все у нас происходит. А посмотрите, вот просто по финансам нашим трамваи несут гигантские расходы. Идея появилась посмотреть, сколько у нас вообще по трамвайным путям. Пользуется большим популярностью только вот этими двумя маршрута. Остальные можно убрать. Если сейчас я что-то сделаю, и у нас трамвайные расходы не уменьшатся хотя бы в прибыль, то я буду вынужден просто сносить все это нахер и делать что-то здесь по-другому. И особенно вот эти вот пробки, которые здесь возникают из-за того, что люди здесь ждут. Это так не должно быть, ребята, не должно. Все, я не могу это терпеть. Да, конечно, расходы упали, и они упали не так много, поэтому нет вариантов. Это вообще не вариант. И мы сносим здесь, получается, полностью дорогу и полностью получается трамвай. Да, я удалил сейчас все трамвайные маршруты. Сейчас, по идее, по ним прибыль должна идти в ноль. От идеи, в принципе, общественного транспорта в этом городе я отказываться не буду. Сейчас, во-первых, я посмотрю, как это все у нас влияет на продуктивность нашего города и на дороги. Есть ли тут какие-то пробки, есть ли какие-то тут казусы, не казусы. И как это вообще повлияет на наш город. Если все пойдет хорошо и нормально, то я буду дальше думать с общественным транспортом. Но для начала я займусь тем, что сделаю здесь нормальные дороги, которые были изначально придуманы здесь. Все, по идее, я вокруг пустил везде обычную дорогу шестиполосную. И думаю, что это повлияет благотворительно на то, что теперь у нас будут отсутствовать пробки наши. Так, вот здесь вот, я так понимаю, проблемы с перекрестком. Мы просто увеличим этот перекресток. Да, трафик менеджера не хватает. Возможно, в будущую серию я его поставлю. Можно поглядеть то, что у нас с трафиком стало более-менее. Даже лучше стало с трафиком, и это не может не радовать. А если сейчас по дорожному трафику посмотрю, что у нас здесь. 67, у нас его мало. То есть у нас его, наоборот, много. Вот здесь вот с трафиком беда, да? Все, я тут проблему с пробками решил. Сейчас решаем остальные проблемы с пробками, потому что как-то... Вроде опыт я поднабрался, а пробок стало больше. Ну как так-то, ребят? Ну как так? Благодаря тому, что я сделал здесь вот такую небольшую ремарочку. То есть я улучшил здесь дорогу, которая предназначена на въезд с города. И вот здесь вот немножечко смягчил нашу дорогу. Должно сейчас пробок стать меньше. Я по крайней мере на это надеюсь. Ну они тут как минимум едут здесь вот без пробок, без всего. Без особых заторов, и это мне нравится. Затору возникает вот в этом месте, и у них сложность возникает в этом месте. Хорошо, давайте немножко перестроим. Ой, как сразу все повалили. Я переделываю здесь вот разведочку, и посмотрите, как на них... Как они сразу все готовы повалить сюда. Так, вот эту вот дорожку мы немножко модернизируем. Возвращаем, точнее, к старому. И все, замечательно должно быть. Ну да, можно заметить, пробка заметно поуменьшилась. Все должно быть нормально. Сейчас должна она снова исчезнуть вовсе. Ага, вот здесь вот есть пробка. Здесь очень, якобы, напрашивается кольцо. Но, ребят, к сожалению, я не знаю пока, что с этим сделать. Есть у меня один вариант. Тупой! Но мне кажется, что он действенный. Бац, бац. Вот и все вроде как. Я вроде как настроил так, чтобы люди могли... Если они захотят вот по этой вот дороге, если захотят по этой дороге возвращаться. И это вроде как должно благотворно, по моим планам, складываться на нашей... На нашем трафике. Но посмотрим, на самом деле, как это будет. Я потому что вообще ничего не уверен. Все, и теперь, если я правильно понимаю, вот этот вот наш мост должен успешно быть соединен с нашими районами, кварталами. И люди должны будут ходить по этому мосту, в эту школу. Да, вот они начинают ходить. И замечательно. И посмотрим. Трафик разгрузился. Да, очень даже успешно разгрузился у нас трафик. А сейчас посмотрим по трафику нашему. Ой, как замечательно. 75. Хорошо. Так. Я немножко тут позанимался и перестроил развязочку. Таким образом, что у нас полностью теперь вот эта вот развязка впадает в первое кольцо. Потом у нас идет второе кольцо, уже развязочное. Еще один уровень, точнее, развязка у нас идет. И сделал также параллельную здесь дорогу, чтобы наши промышленные районы имели сообщение с нашим развязкой. И, то есть, им не нужно было сначала ехать на одно кольцо, потом ехать на другое кольцо. И, естественно, я забыл про электроэнергию. Так, сейчас мы переделали развязку и надо посмотреть, как у нас все будет по трафику. Так, немножечко подумав, я еще разобрался у нас с съездом. Можно посмотреть, как у нас тут минимум машина наблюдается. И это не может меня не радовать, безусловно. Теперь нужно решить проблему с выездом. Только на каком моменте выезд у нас топорится, еще непонятно будет. Я сделал тут небольшой тоннельчик, который прямо вот сюда вот у нас ведет. И, может быть, это как-то позитивно у нас повлияет. Может быть, люди начнут у него ездить. И можем видеть то, что они все-таки едят у нас. Посмотрите, они по туннелю, по туннелю по нашему едят. Я хоть убей, вот смотрю, несколько минут уже и не понимаю, почему они тут решают устанавливаться. И почему просто не едут. Хорошо, я, может, сделаю как-то по-другому перекресток. Вот, начала аж здесь рассасываться. Только почему-то временно она такая. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот она как быстро-быстро-быстро. И вот она встает. Надо сейчас посмотреть, как они едут. И просто сейчас немножечко модернизировать их. А? Как идея? То есть я вот здесь вот сказал машиночкам ехать сюда. Вроде как плотный поток пока идет. Это не может не радовать. Сколько можно построить здесь моргов? Посмотреть, сколько здесь моргов просто. Моргов тут куча. Почему вы до сих пор мне говорите, что якобы у вас здесь смерть? У вас здесь не может быть смертей. У вас тут подалпалки едет. Только так. Так, вроде я просто час сидел и разбирался с сроками. Надеюсь, у вас это будет буквально минут на 10. А теперь можно успешно заняться общественным транспортом. В принципе, чем я и хотел заниматься в этой серии. В этом нашем уютненьком маленьком острове. Надеюсь, с временем у нас это проблема уйдет. А сейчас я попробую заняться нашим общественным транспортом. Наконец-таки. Ура, да? И монорельсами непосредственно. Так, посмотрим, вообще будет ли это рентабельно и будет ли у нас приносить это небольшое, приносить это меньше убытков, чем было до этого, но все же. Вообще, если посмотреть, вот давайте построим здесь дорогу с монорельсом, да? У нас дорога остается, нет, она дорога становится двухполосной вместо трехполосной. Теплов, конечно. Давайте сделаем так пока. Пробный вариант. Распозавляем, что случится с трафиком и со всем остальным нашим. И теперь я размещаю, как я правильно понял, мне нужно размещать здесь станции монорельса, да? Да, попробуем разместить ее одну здесь. Давайте пока сделаем так, а дальше посмотрим. Я разместил вот здесь вот две станции. Так понимаю, что нужно сейчас их соединить монорельсами. Все, и пустить нужно непосредственно наш монорельс. Я так понимаю, еще в обратном направлении. Так, монорельс у нас находится вот здесь вот. И пока было ноль пассажиров. Так, монорельс я опустил по расходам. Что нам там они дают? Минус 770. Хорошо. Вот, я сделал еще одну остановку, только уже в жилом районе. Я надеюсь, что это как-то повлияет положительно на непосредственно все. Хотя бы на количество наших пассажиров. Посмотрите, люди ходят. Люди у нас замечательно ходят. И они начали приносить прибыль. Кстати, уже неплохо начали приносить прибыль. Уже 200-300. То есть очень много людей, видимо, пользуются ими. Вот, вот теперь тот трамвай из 125 туда и из 87 обратно. Я сбавил количество наших монорельсов до трех штук. По идее, этого пока хватает нам. То есть я не вижу особых наших проблем. И что я заметил? Они двигаются очень быстро. Вот о чем я говорил. То, что они двигаются чертовски быстро. Посмотрите, просто один продлевает вот такое вот расстояние. А расстояние, я напомню, что у нас здесь очень немаленькое. То есть вон он как быстро, очень быстро, шустро туда едет. И уже 228 людей, как минимум, пользуются этим трамваем. Так, я немножко переделал. Ну как немножко, мы можем видеть вот такую вот развязку многоуровневую. Пешеходы имеют непосредственно прямой доступ. И у них нет необходимости идти по пешеходным переходам, которые здесь имеются. И они могут непосредственно близко ходить к нашей станции монорельса. Можем видеть то, что тут дофига уже у людей скопилось на нашей станции. И это не может меня не радовать. Я оставил пока вот здесь вот таким вот образом нашей станции. То есть буквой В. Вот эта станция у нас пока никак не используется, но она просто есть. Я, наверное, ее пока закрою. Я не знаю, что с ней пока делать. Пускай она здесь будет. И тем временем я продолжаю строить наши дорожки. Вот такие вот пешеходные мостики. Для того, чтобы пешеходам не приходилось рисковать жизнью и бросаться под колеса автомобиля. Снегам. Посмотрите, ребят, сколько убыли. Прибыль. Да ладно! Не могу поверить. Эта штука приносит нам прибыль. Ура! Ребята, ура! Это свершилось. Я не могу в это поверить. Это просто непередаваемые эмоции. Искреннего счастья. Не знаю, как по-другому сказать. Потому что у меня реально получилось построить то, что приносит прибыль городу. И это общественный транспорт. Так, у нас городу тем временем нужны рабочие места. Давайте город ими и обеспечим. В итоге мы имеем что-то подобное. Я здесь делаю еще продление на... Задел на будущее. Здесь я еще немножечко продлил дорогу, чтобы дать себе представление, что в будущем планируется и здесь вот развитие. Но пока мы имеем, что имеем. Хорошо. И застраиваем вот это все деловыми зонами. Что это такое? Большая водонапорная башня. О, прикольно. Это типа... Водонапорная башня, но более крупная. Оригинальная, оригинальная. Она выглядит так по современному стилю. Это вместо наборов воды. Кстати, с ними были у нас в прошлый раз проблемы. Как мы можем помнить, мы чуть ли не исчерпали весь водоем, который в прошлый раз у нас был. Пока этого хватит, посмотрите. Снова, снова, снова эта пробка. Как мне от тебя избавиться пробка-то? О, огромный город, замечательно. Гортолеты нам открылись? Неплохо. Я вроде как тут перестроил всю развязку. Надеюсь, что в этот раз она будет работать как надо. Я буду доталово буквально пытаться сделать что-то нормальное из этой развязки. Я все же мучаюсь с этой развязками. Мне кажется, просто банально не способно пускать большее количество машин. Вот и есть такие смутные подозрения. Есть вариант. Тут тупой, но все же. Надеюсь, работает. Так. Вот такая вот у нас клеверная развязка в этот раз сюда встала. И пускаем время. Посмотрим на наши маршруты, на наш трафик, как это повлияет на них. Вроде как все должно быть нормально. И последний штрих. Все, вроде как я сделал вот такую вот развязочку. То есть у нас съезд клевера. И вот таким вот боком у нас все есть здесь. Значально. И мы можем видеть, что это разгрузилось как минимум. Сейчас главное, чтобы это не загрузилось у нас слишком сильно. Не обращайте внимания, что она так убого выглядит. Обязательно в будущем я ее поправлю. Она здесь стоит как техническая развязка, чтобы протестировать. Так, мы замечательно вот эту клетку мы купили с этим равниной. Можно будет здесь разместить, в принципе, сельское хозяйство. Но чуть попозже, я думаю. Так, а что у нас здесь с развязочкой? Что у нас здесь с дорогами? В принципе, более-менее, мне кажется, да? Да, только проблемы у нас оказались и вот здесь. Все хотят очень быстро выехать с города, наверное. А здесь никто не хочет выезжать. Хорошо, ребят. Ребят, если вы хотите все заезжать сюда, то без вопросов. Мы просто убираем отсюда заезд. Как вы к этому отнесетесь? Вроде я ее переделал. Я не знаю, как, ребят. Я уже замотался с этой развязкой. Наверное, битых полчаса, как бы вам ни собрать. С ней сижу, с ней вожусь. И без понятия, что из нее получается в итоге. Так, хорошо. Теперь подумаю над метро. Пока, я думаю, двух станций в самых спальных районах мне хватит. Пожалуй, одну станцию я размещу в нашей будущей рабочей зоне. То есть у нас раз, два, три станции. И по-хорошему где-нибудь, куда-нибудь сюда вот у нас станция встанет. Вот таким вот... Давайте вот таким вот образом. Вот примерно у нас такой вот маршрутик получился. Даже в одном месте у нас из-за того, что не разрешила игра строить, у нас даже появился вот такой вот небольшой мостик. Все электричество мы по дереву восстановили. Теперь осталось сделать наши линии метро. Так же две, туда и обратно. Пока этого хватит. Так, посмотрим на нашу метро. Пожар! Что? Что, что? Погодите. Какого черта? Я только сейчас заметил это. Почему нету тут вышки, кстати, почему-то на этом острове нет? Почему сюда никто не едет? Почему? Где бригады пожарных? Алло! У вас сгорела целая линия метро. Алло! Ши! Надо пожарные вертолеты, что ли, покупать или что? Да по пожарных вертолетах базары нет. Давайте купим. Все потушилось. Это, по идее, станция вообще у нас работает замечательно. Но то, что выгорело все, это, конечно, звезде есть. Так. Все. У нас вроде сейчас метро лезет. Но мы не такие уж и большие расходы с вами получаем. Метро все меньше и меньше начинает приносить расходов нам. Пускай она остается пока. Нашему городу, в принципе, нужны магазинчики всякого рода. Давайте их попробуем разместить вот в этой области. Тем более, что здесь вот практически ничего нет. И мне кажется, здесь разместить было бы очень даже их неплохо. У меня в этой игре есть одна деталь, которая очень сильно бесит. Почему? Вот я, допустим, сделал прилегающую здесь дорогу. И вот здесь полностью образовался, сука, перекресток. По-моему, такого быть в принципе не должно. Но нужно будет ставить Traffic Manager, мод, который позволяет более гибко регулировать всякие такие вот моменты. И с его помощью уже избавляться от пробок, потому что это невозможно. Тут что у нас попробуем? Замечательно. Их тут нету практически. Здесь у нас есть небольшая пробочка. Сейчас мы ее попробуем решить улучшением этой дороги. И бабац! Все замечательно. Поперли как людишки. Все, пробок здесь как и не было. В линии метро, посмотрите, 200 пассажиров и 300 пассажиров. Это же офигенно. В принципе, я бы даже увеличил до 4 машин на линию. И в первом, и во втором случае. Так, а вот здесь вот даже очень идеально, мне кажется, войдет какая-нибудь тропиночка. Посмотрите. И все, люди смогут отсюда выходить вот так вот. Или сюда приходить. Все у них будет замечательно. Вот даже люди на велосипедах едут прямо в метро. Да, это было неожиданно. Но терпимо. Ну ладно. А какая-то у людей странная логика. Потому что я их сделаю здесь вот дорогу, а они все равно идут в обход. Ну, видимо, им так нужнее. Я не знаю. Порубу еще понатыкать. Я здесь разных дорожек. Просто банально для того, чтобы людям было удобнее ходить. Я вижу то, что у наших людей есть потребность в зонах рабочих. И непосредственно в следующей же серии я буду этим заниматься. А сейчас я напоследок хочу решить одну из важнейших, наверное, проблем нашего города. Это проблему с экологией. Для этого покупаем еще одну клеточку. Все, у нас вроде как лимит по клеточкам пока есть. И у нас следующая клетка будет... Ой, как не скоро, но куда деваться. Я предлагаю немножечко тут поиграться совсем капельку. Буквально поиграться с рельефом. Что я именно сделал? Можно поглядеть. То есть у нас есть вот такая вот застройка своего рода. Своего рода тут есть такой вот как бы искусственный полуостров. Отгороженный с одной стороны железной дорогой, с другой стороны я отгородил его небольшим таким поребриком. Что я хочу сделать? Я хочу, чтобы здесь вот было небольшое озеро. Самодельное такое небольшое у нас озеро. А теперь главный логичный вопрос, который должен возникнуть у каждого, кто смотрит данный видеоролик. Зачем я такую херню стрядаю? Я отвечаю. Вот можно здесь наблюдать большую такую и печальную картину у нас. То, что все это у нас пространство, вот это вот все, вплоть аж от их, загрязнено. Загрязняет это все источными водами от нашего такого, казалось бы, небольшого городка. Чтобы от этого избавиться, я думаю, все источные воды сливать именно вот сюда вот. Тем самым образовывая небольшое такое вот искусственное, как бы, небольшое искусственное озерцо. Вот, я теперь могу ставить здесь фотосбрасывающие станции. Странно, почему раньше не мог так. Раз. Осталось сделать за малым. Осталось нести вот эти вот штуки, которые загрязняли все это время наш город. Все, по идее, мы сделали это. Замечательно. Вода у нас со временем должна сама очиститься. И времени вот это вот начинается у нас заполняться бассейн. Так, замечательно. Я провел здесь вот такую вот небольшую китайскую стену. Точнее, если бы точнее, набережную. Замечательно. Осталось ее сейчас немножко пододелать, и все будет замечательно. Я вроде перенес сейчас все наши станции на поребрик. Теперь должно все нормально работать. Рано или поздно наше озеро уже будет непосредственно впадать в океан, а не как сейчас происходит то, что океан впадает в наше озеро. Ну и на всякий случай я поставлю все-таки, проспонсирую, так уж и быть, и поставлю здесь один такой вот, я думаю, даже два. Хотя можно и три. Три наших таких вот замечательных очистителя-загрязнителя. Тем временем я продолжаю тут устраивать наши деловые зоны, раз нашим людям так необходимы они. Я не понимаю, почему вам не хватает кладбищ. Почему? Что я делаю с ними не так? Вы объясните мне, ребята. Мало им вам раз еще на два еще на... Не знаю. Хоть все деньги из бюджета заберите. Перестаньте вы жаловать, что нет кладбищ. Вас только не должно здесь умирать людей, сколько кладбищ вам не хватает. Смотрите, это меня не может не радовать. Наша маленькая озерцо начало уже сбрасывать сюда воду. А значит, то, что все идет у нас по плану. И чем больше будет наш город, тем больше вот этих вот станций будет стоять у нас вот здесь вот по окраине. А значит, тем больше будет уровень нашего озера, а значит, тем сильнее будет напор. А если напор будет слишком уж серьезный, я поставлю сюда дамбу. Будет прикольно. Только расширю сначала пространство, но это по точке. Я решил парочку вот таких вот станций поставить. Больших водонапорных. Потому что я посчитал, что они даже выгоднее получаются, нежели... Вот эти вот наши водочистные станции. И сейчас посмотрим, что у нас проблем с водопроводом и канализацией вообще нет. Ну и, пожалуй, на такой прекрасной ноте я буду постепенно заканчивать. И я очень надеюсь, что вам понравилась данная серия, которую я снимал для вас с любовью. Ну а на этом я потихоньку буду заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. Дальше только интересней. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Мору. Еще услышимся. Субтитры подогнал «Симон»